Девушки отдыхают Подкрепление штурмовых групп, там уже в лесопосадке находятся бойцы ЛНР, добровольцы из Ахмата, и вот сейчас будут работать военнослужащие недавно созданного 3-го армейского корпуса, будут работать на вот этой БМП-3. Приближаются к точке высадки пехоты на высокой скорости, прикрывает танк войск ЛНР. Пока последний боец не скроется в лесу, техника не двигается с места. Т-72 бьет со скоростью перезарядки, это чуть меньше 10 секунд. Подкрепление на месте, бронегруппа может отходить. Командир роты Илья Шерганов каждый день выезжает на линию фронта вместе с бойцами. В прошлом году окончил военное училище. Ему 22, но в рядах нового соединения 3-го корпуса быстро заслужил репутацию отважного воина. В лесопосадках, где такая концентрация пехоты с обеих сторон, каждый метр дается непросто. Это и все же инициатива на нашей стороне. С этих позиций сегодня удалось выдавить боевиков. Отступив, они ведут снайперский и минометный огонь, несмотря на то, что оставили одного из своих. Слушай, мои команды! Тихо! Осторожно снимай броню! Иди сюда! Противник подползает. В плену ему гарантирована жизнь. Наши войска пытаются развивать успех. На приеме, казах! Звони на меня, на эвакуацию готовы. Я готов, и потихоньку, потихоньку продвинаться вперед. Возьми-ка, давай. Сейчас с ним поговорим, узнаем, что впереди, и потом начнем продвинаться. Я с вами, спасибо. Казах – позывной одного из командиров штурмовой группы спецподразделения «Ахмат». Он доброволец из Астрахани, приехал защищать рубежи своего государства. А вот противостоят ему наемники из многих стран. Пришли в лесопосадку, Америкос, и они орали там ночью, это было «Гоу, гоу, гоу!» Типа, убегаем, короче. Я всегда говорил, убегать никогда не надо. Держим позиции до последнего, стоим. В основном, что будет, то спину больно бьет. В эти лесопосадки Киев отправил и наемников из грузинского легиона, известных своими зверствами. Луганские воины, продвигаясь вперед и занимая их позиции, находят тела замученных до смерти боевых товарищей. Были солдаты, привязанные к деревьям, выколотые глаза, споротые, подожженные. Ход этих наемников, потому что запугать, запугать личный состав, деморализовать его. Но это все равно не повлияет. Наоборот, у парней стимул отомстить за наших боевых товарищей. Там, где возможно, наши войска работают с дистанцией и тяжелым оружием. Например, эту газовую станцию противник превратил в крупный плацдарм для наступления на Лисичанск. Через пробитую крышу едва видно. В основании здания подземные бетонные укрепления. Но вот выезжает наш танк и методично уничтожает укрытие врага. Удар за ударом. Из-за высокой температуры в здании взрывается арсенал боевиков. Детонирует гранатомет. Выжившие неонацисты выбегают на улицу и пытаются укрыться в соседних строениях. Экипаж танка корректирует выстрелы. Тела погибших украинские националисты не забирают. Скидывают в яму поверх других уничтоженных боевиков и присыпают землей. Вряд ли кто-то даже знает их имена. Все, очевидно, будут числиться как пропавшие без вести. Киев, затеявший контрнаступление, с потерями не считается. На их место, на газовую станцию, привозят новый отряд. Дмитрий Кулько, Павел Лихолетов, Илья Репнин, Первый канал, Донецкая Народная Республика.